Ещё дуют холодные ветры и наносят утренние морозы. Только что на проталинах весенних показались ранние цветочки, как из чудного царства воскового, из душистой келейки медовой, вылетела первая пчёлка, полетела по ранним цветочкам, о красной весне поразведать. Пушкин, друзья мои, Пушкин. Сегодня день годовщины Пушкина, 10 февраля. Без Пушкина мой мир точно был бы другим. Я думаю, и ваш, и вообще наш мир, в котором мы живём, без Пушкина был бы другим. Когда я была маленькая, я, естественно, читала Пушкина на русском языке и даже не подозревала, что в других странах живёт огромное количество людей, которые тоже любят Пушкина, что он переведён на многие языки, что люди изучают русский язык ради того, чтобы читать Пушкина. Мне казалось, ну кто, кроме нас, русских, может вообще понимать Пушкина? Ведь он пишет о нашей природе, о нашей родине, о нашей погоде, о наших русских чувствах и переживаниях. Но теперь, естественно, я знаю, что это совершенно не так. И вот здесь, в Северной Ирландии, почему-то в этом году мы особо как-то горячо с Рафаэлом вспоминаем Пушкина в этот день. Настолько горячо, что решили даже поделиться с вами нашим Пушкиным, нашими историями, связанными с Пушкиным, и рассказать вам о том, какую роль он сыграл в нашей с Рафаэлом жизни. Ну, про Пушкина мне на самом деле трудно говорить, потому что с чего начать, даже непонятно с чего начать. Он был в каком-то смысле мой первый настоящий учитель русского языка, потому что я вряд ли бы стал изучать этот язык и знакомиться с этой культурой, если бы не был на земле Пушкин, если бы он не существовал. Более того, я сейчас смотрю на него немножко по-другому. Дело в том, что когда я начал читать Пушкина, я фактически по-русски не говорил, я только умел читать кириллица, и так потихонечку слог за слогом, слово за словом, все это как-то соединилось. Каждый стих это был для меня как заклинание, как волшебное действие, которое потом как-то воплотилось в мою жизнь самым настоящим образом. Для меня, хоть, конечно, Пушкин, это и есть вся русская словесность, но он в каком-то смысле сверхнациональный. Да, он существовал именно в определенной точке, в определенный язык, но когда человек, например, говорит мне, что он пушкинист, я тут же ему задаю вопрос, владеет ли он французским, потому что если ответ отрицательный, значит, этот человек никакой он не пушкинист, потому что нельзя быть пушкинистом, то есть изучать любитель Пушкина может быть любой человек, но изучать Пушкин только если человек знает одновременно и русскую, и в том числе православную, и народную культуру, но также он абсолютно чувствует себя свободно дома в европейской культуре. Без этого будет какой-то искаженный образ Пушкина. Откройте его собрание сочинений, увидите, что почти все его личные переписки, в том числе и со своими друзьями, и со своими музами, был на французском языке, иногда на полуфранцузском, полурусском. Получается, чтобы изучать глубоко Пушкина, человек должен одновременно находиться и на Руси, и не на Руси, иначе он что-то как-то пройдет мимо. Также Пушкин очень любил лорда Байрона, это же английский поэт, да, борец за свободу, вот это тоже надо понять. А в чем изменилось мое отношение к Пушкину, что я стал его любить и уважать только больше. Потому что когда ты подросток, ну, есть Пушкин, есть еще другие русские писатели, Достоевский, например, великий наш Достоевский, Толстой. Но сейчас я смотрю на это, я понимаю, что трагедия Пушкина, что он был в этот день убит, да, это 10 февраля, по старому стилю 29 января, это трагедия, потому что представление, что поэт должен быть толком молодым, юним и дальше уже все, это неправильно. Если бы Пушкин бы жил, например, до конца 19 века, я пытаюсь думать, тогда был не нужен ни Достоевский, и ни Толстой, было бы что-то намного более великое. Это, я думаю об этом, и правда хочется просто плакать, потому что вот то, что существует, вот это о дуэли будем говорить еще позже, но это трагедия, потому что он не успел писать свои действительно великие шедевры. Да, это звучит странно, у него есть и «Капитанская дочка», и Борис Годунов, и Евгений Онегин, и стихи, но представьте себе, человеку было только 37 лет. Вот мне сейчас 41, один, и я уже старше Пушкина, это страшно об этом думать, потому что для меня в детстве Пушкин, он всегда был старше меня, а сейчас он, ну, в каком-то смысле более великий, но он младше, то есть я старше него по возрасту. И сколько он еще мог писать? Вот подумайте, вот Достоевский, замечательно, но я бы не хотел встречаться с Федором Михайловичем, но не хотел, почему? Потому что человек был немножко психически нездоровым, как бы, толстой, моралист, как бы, немножко зануда, как бы, они оба гении, но Пушкин с удовольствием, я бы с ним встретился. Буря мглою небо кроет вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя, то по кровле обветшалой вдруг соломой зашумит, то как путник запоздалый к нам в окошко застучит. А у меня ощущение, что Пушкин – это мой родственник. Часть моей семьи, все мое детство прошло с Пушкиным, я до сих пор не воспринимаю мир, природу, погоду без образов Пушкина. Дети прекрасно знают, что когда начинается осень, неважно, в Израиле, я думаю, так же будет здесь, в Северной Ирландии, мама в определенный момент, когда меняется свет, погода начинает бешено цитировать Пушкина, притом к месту и не к месту. Мама начинает «Октябрь уж наступил», или мама начинает «Осенняя пора, очи очарования», или «Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче, становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась». Дети это знают наизусть, именно потому, что мама аккуратно в октябре месяце, как заведенные старые часы начинает это читать. Если на улице морозный, солнечный день, неважно, есть ли снег, в Иерусалиме далеко не всегда он был, но если солнце и сильный холод, мама начинает «Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг, прелестный». И все, дети знают, ага, понятно, сегодня значит, что мама морозный день, мама вспоминает родину, зиму. Сейчас даже трудно говорить, плюс два, плюс один, ощущаю мороз. Но, правда, сегодня у нас не переменная облачность. И вот таким образом Пушкин для меня, вот абсолютно честно, это какая-то очень большая часть меня. Я мыслю образами Пушкина. Когда я это осознала, в каком-то возрасте, я почувствовала, ну, во-первых, что все-таки, наверное, я до конца русский человек, а во-вторых, наверное, что Пушкин чем-то особо мне близок. На самом деле у Пушкина очень много связей есть со многими людьми, даже не русскими. Все народы, у которых в культуре особое почитание своей природы, вот именно почитание природы, то есть любовь вот к этим переменам времен года, к своим растениям, к своим холмам, к своим деревьям, у всех таких народов есть связь с Пушкиным. Унылая пора, отчей очарование, Приятна мне твоя прощальная краса, Люблю я пышные природы увяданье, В багреце золото одетые леса, В их сенях ветра шум И свежее дыханье, И мглой волнистою покрыты небеса, И редкий солнце луч, И первые морозы, И отдаленные седой зимы угрозы. Это умение увидеть природу, красоты, божественной красоты, только человек, который сам имеет внутри вот этот действительно божий дар, он может это и видеть, и делиться этим с другими людьми. В этом смысле Пушкин для меня это как может быть самый лучший друг, то, что она только что говорила. Могу это сравнить только с чтением Псалтирь, царя Давида, где отражается весь спектрум человеческой эмоции, страх, ненависти, любви, ревности, трусости, все, там все есть. Такой также и был, на мой взгляд, Шекспир. Получается, Пушкин для меня, он и наилучший друг, но также как творец, он наравне с автором Библии, и с Шекспиром. И это очень много. Дело в том, что для того, чтобы человек умел увидеть вот эту красоту божьего создания, вот природы, для того, чтобы человек мог также проникаться в человеческих чувств, он должен сам по себе быть прекрасным. Потому что человек, который не имеет этот дар, но он будет стоять на море, ну море, ну красиво, здорово, приятно, море. А Пушкин смотрел на море, и он увидел в этом могущие стихии, действительно, свобода, как я хочу быть свободен, как это море. Да, прощай, свободные стихии. В последний раз предо мной ты катаешь волны голубые и блещешь гордую красой. Это любой человек смотрит на море, ему нравится. Любой мужчина смотрит на красивых женщин, и тоже ему приятно. Но не все видят в этом гений чистой красоты. Вот этот гений чистой красоты человек чувствует внутри, в сердце. Это не от внешних муз, это не от каких-то красавиц, это когда сам человек внутри прекрасен. Тогда для него и все прекрасно. И природа, и погода, и людей, и дружба. В каком-то смысле, так же, как она говорила, что восприятие природы – это для нее через Пушкина. Для меня восприятие вообще человеческих отношений – это через Пушкина. Я воспринимаю все именно, вот особенно, когда общаюсь с русскоязычными людьми, это все обязательно через Пушкина. И те, которые не любят Пушкина, они для меня не друзья. Не удалось навек оставить Мне скучный, неподвижный брег Тебя восторгами поздравить И по хребтам твоим направить Мой поэтический побег Ты ждал, ты звал Я был окован В очервалась душа моя Могучей страстью очарован У берегов остался я Свобода, да, вот Пушкина в школьной программе постоянно нам обзывали революционером На самом деле борьба за свободу, вот это желание свободы Это, наверное, у всех настоящих поэтов есть Желание свободы внутренней, духовной Пушкин очень любил Байрона Вот моя Марта старшая, 14 лет, и она уже года два как зачитывается Байроном Это ее герой, это ее любимый поэт Она знает многого стихов даже уже наизусть Как тут я недавно выяснила Пушкин носил галстук с байроновским узлом Пушкин переводил Байрона Он еще и Роберта Бернса переводил И шотландские баллады переводил Вот этот вот дух свободы, стремление к свободе Почему он и декабристов, наверное, поддерживал Тут даже не дело в том, что он был прав или не прав В своих политических убеждениях и в чем-то Это именно внутреннее стремление гениальное Вот такой творческой натуры к абсолютной свободе Но, думается, обрел он ее только после смерти Наверное, я так думаю Да Дар напрасный, дар случайный Жизнь зачем ты мне дана Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал Душу мне наполнил страстью Ум сомненьем взволновал Цели нет передо мною Сердце пусто, празден ум И томит меня тоскою Однозвучной жизни шум Для такого творца, для такого поэта, как Пушкин Конечно, открыты все миры И не только европейские И русские, и европейские, и исламские Представьте себе Когда я водил группы на святой земле И люди задали мне вопросы про ислам Я им сказал, смотрите Есть книги про ислам Можно и Коран читать, чтобы разобраться Но вы знаете У Пушкина есть замечательные стихи Подражение Корану Вот читайте их И вы будете сразу все понять Также персидская поэзия У него есть поэмы, где герой это Меджнун Это и есть главное То есть как у европейцев есть Ромео Джульетта Есть Лейлию Меджнуна А Пушкин внутри себя полностью Отождествлял тоже в некоторых стихах С Меджнуном Другие места, действительно, как она говорит Баллады шотландские Также Пушкин дружил С Мицкевичем Хоть у него были сложные иногда отношения с ними Он даже писал стих, который называется Клеветником России То есть очень такой патриотический Но с другой стороны у него есть еще и стих Мирская власть Где он осуждает вот это вот Официальное императорское православие Которое просто как бы Не имеет никакого отношения Ни к духовности И ни к христианству на самом деле То есть опять Пушкин умер слишком рано Чтобы подробно все это излагать То есть он оставил нам великие шедевры И это вообще создавало все То есть вся наша театральная традиция даже Вот, да, оперная Да, вот Евгения Онегина Чайковского Сколько есть опер, которые на самом деле Текст берут основы от Пушкина Что у Музырского Что как бы вот опера Руслана и Людмила Вот действительно Пушкин Это наше все Это целый космос Поэт идет Открытый вежды Но он не видит никого А между тем за край одежды Прохожий дергает его Скажи, зачем без цели бродишь Едва достиг ты высоты И вот уж долу взор не сводишь И не зайти стремишься ты На стройный мир ты смотришь смутно Бесплодный жар тебя томит Предмет ничтожный Поминут на тебя тревожит И манит Стремиться к небу должен гений Обязан истинный поэт Для вдохновенных песнопений Избрать возвышенный предмет Зачем крутится ветер во враге Подъемлет лист и пыль несет Когда корабль в недвижной влаге Его дыхание жадно ждет Зачем от гор и мимо башен Летит орел тяжел и страшен На чахлый пень Спроси его Зачем араба своего Молодая любит дездемона Как месяц любит ночью мглу Затем, что ветру и орлу И сердцу девы Нет закона Таков поэт Как Агвилон Что хочет То и носит он Орлу подобно Он летает И не спросясь ни у кого Как дездемона Избирает Кумир Для сердца своего О сказке Пушкина Первая книга Которую мы с Рафаэлом Купили Нашей маленькой В марте Едва ей вспомнилось Где-то Наверное Четыре года И она уже Стала способна воспринимать Более длинные Какие-то Произведения Это были сказки Пушкина С изумительными Совершенно Иллюстрациями И началось Мамины радиоспектакли По сказкам Пушкина Дети до сих пор Знают наизусть Помнят мои интонации С которыми я им читала Про злую царицу Которая свет Мой зеркальце Скажи Да всю правду доложи Яль на свете Всех милее Всех румяней И белее Они это знают наизусть Именно с моими интонациями И когда потом слушали Уже русский мультик В исполнении других актеров Они сказали Мамочка, ты лучше читаешь Я говорю Да ладно Я говорю Тут профессиональные актеры Великие Там, не знаю Нет Потому что это Мамины интонации Пушкин должен входить В сознание с детства Именно мамиными интонациями Маминым голосом Сказки Пушкина Были читаны И перечитаны И выучены наизусть Книжка была зачитана так Что она порвалась И уже В Ирландию не доехала Так что для Касеньки Ищем Пушкина Сказки Пушкина С изумительными Иллюстрациями Не компьютерными А только От хорошего художника Ищем И обязательно найдем Я помню Чудное мгновение Предо мной явилась Ты Как мимолетное видение Как гений Чистой красоты В томлениях грусти Безнадежной В тревогах Шумной суеты Звучал мне Долго Голос нежный И снились Милые черты Да, я недаром Вспоминал о персидских поэтов Дело в том, что персидские поэты Когда писали о любви Это всегда было Так же, как в песне Песней в Библии Это был образ чего-то Божественного Это опять Вот Любовные стихи Пушкина Хоть можно их читать Как просто Вот стихи, которые он писал Красавицам В албоме Но на самом деле Там есть глубина Более глубокая Как у некоторых поэтов Из суфи Который для них Образ возлюбленного Или возлюбленной Это как образ Действительно Вдохновения Образ познания Бога И я думаю Что именно вот так Надо относиться И к Шекспиру И к Пушкину Хоть в принципе Можно их даже Просто как обыкновенные Любовные стихи А поэты У них действительно Вот Не просто С отношениями с музой Это связано Тоже с Внутренными Переживаниями Но также и С реальными действиями В реальном Конкретном Мире И Это не тайна Что вот Великие поэты Умерли как раз Из-за этих проблем Из-за дуэли Которые были Это на самом деле Самое большое безобразие 19 века Дуэль Это вообще-то Языческий обряд Не связан Ни с христианством Никаким образом А с каким-то Культом Чести Это кумира И Думать, что Пушкин умер Именно из-за Эти кумира Потому что Тогда Понимаете Сам Пушкин Я думаю Конечно Простил бы Свою супругу За ее кокетничество Он же сам Ну он знал Характер И слабости Женских Ему были Известны Я думаю Что если бы Это был просто Его личный выбор Он бы сказал Да ладно Ну ладно Пошутила с этим Дантесом Все хватит Идем дальше Но он жил В обществе Где понятие Честь Ага Ты боишься Идти на дуэль Значит Будут над тобой Издеваться Над твоими детьми И над всеми Получается Мужчина Для того Чтобы защищать Свою честь Должен был Или убить Другого человека На дуэли Или сам Умереть Ну честно Говоря Это конечно Ну это Это даже Слов нет Сказать Как обидно Что из-за такой Чепухи Как бы мог Умереть Такой великий Гений Как Пушкин А дальше Если конкретно Говорит О его Действительно О стихах Ну что такое Муза На самом деле Муза Это тоже Как олицетворение Действительно Такого Ангела Который Вдохновляет Человека Который живет Внутри себя Опять-то Не какой-то Внешний Человек И это На самом деле Как образ Взаимоотношения С Богом И Приятие Как бы Человек Принимает То, что Бог ему Посылает Судьбы Именно так Надо относиться К таким знаменитым Стихам Как, например Я вас любил Любовь Еще быть может В душе Моя погасла Не совсем Но пусть она Вас больше Не тревожит Я не хочу Печалить вас Ничем То есть Это Вот Бог дал Вот какой-то Как бы Увидеть Какой-то Свет В другом Человеке А дальше Как бы Жизнь Идет Своим Чередом То есть И в этом Есть и Мудрость Пушкина И его Непривязанности Как бы И Его Глубина И Его урок Нам всем Что Все, что Бог нам Посылает В жизни Это все Для нашего Духовного роста Для нашего Правильного Понимания Вещей Да что Говорить Когда Помню Я Была Уже Подростком И Переосмыслялась Очередной раз Вот этот Дуэль Пушкина Как я Сердилась На Наталью Гончарова Мне казалось Боже мой Если бы Я была Женой Пушкина Но я бы Ни за что В жизни Не допустила Такого Ужаса Как вообще Можно было Кокетничать И вообще Увлечься Кем-то Когда Твой Муж Пушкин Человек Который Такие Слова Написал Такие Стихи Про Любовь Естественно Что Тогда Не очень Понимала Что писал Тон И другим Женщинам Далеко Не всегда Своей Жене Наталье Гончаровой Но Все равно Гений Пушкина Очень Всегда Для меня Был Таким Тоже Романтическим Героем В определенном Возрасте А потом Когда Пришла Пора И как Татьяна Ларина Я Тоже В свое Время Влюбилась И Любовь Была Неразделенной И Невозможной Как Тогда В моей Душе Отзывались Болью Вот Эти Вот Стихи Пушкина Я Вас Люблю Хоть Я Бешусь Хоть Этот Труд И Стыд Напрасный Но В этой Глупости Несчастный У Ваших Ног Я Признаюсь Да Было Дело Я К вам Пишу Чего Жи Боли Что Я Могу Еще Сказать Теперь Я Знаю Вашей Воле Меня Презрением Наказать Но Вы К моей Несчастной Доле Хоть Каплю Жалости Храня Вы Не Оставите Меня Сначала Я Молчать Хотела Поверьте Моего Стыда Вы Не Узнали Б Никогда Когда Б Надежду Я Имела Хоть Редко Хоть В Неделю Раз В Деревне Нашей Видеть Вас Чтоб Только Слышать Ваши Речи Вам Слово Молвить И Потом Все Думать Думать Об Одном И День И Ночь До Новой Встречи Он Был В принципе Довольно Консервативным Он Не Устраивал Никаких Революций Не Хотел И так Дали Хотел Свободу Но При Этом Он Также Хотел Стать Обыкновенный Отец Семейства Гражданином Мужем Но Увы Это Как бы С его Беспредельной Свободой Совместить Вот Эта Строгость Формы Которая У него В творчестве Это все Получилось Потому что Человек Который Мог Одновременно Изображать И цыган И Пугачева И Также При этом Понимать Таких фигур Как Петр Первый Это Не всем Дано Такое Как бы Могу Сравнить Пушкина В этом Плане Как бы В его Всеобъемлющие Как бы Значения Для русских Только с Серафимом Саровским Может быть Да Один Святой Другой Ну Не святой Но гений Да Ему Надо было Может быть Если бы Можно было Вернуться Обратно Во временем Как в фильм Терминатор Или как в Научная фантастика Спасти Пушкина Или Уговорить его Что Ты знаешь Вот Вы знаете Вам лучше Наверное Не 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 Жениться Как бы Вот Просто Так Вот Время От Времени Писать Кому-то В Албоме Живы Спокойно Ничего Любим Вас И все Но не Надо Может быть Стоит Такое Делать И тогда Мы получим Нашего Александра Сергеевича Пушкина Уже Даже Вот В глубокой Старости Вот Такая Мысль У меня Да Дальней места, связанные с предками Пушкина, и рассказывать о родословной Пушкина. Это интересная очень ее работа, и я приглашаю вас обязательно посмотреть. Экскурсия будет это в бесплатном показе, в бесплатном эфире 24 часа на страничке ТОПУС ТВ, начиная с сегодняшнего дня, вот 10 февраля с 16.00. Ссылочка прямо в описании этого видео. Нажимайте, переходите, смотрите. Если вам работа нашего гида понравится, оставьте небольшой донат по вашему желанию, по вашему усердию. Ну а мы с вами прощаемся, мы пошли читать Пушкина.